Этот вопрос обсуждается вне повестки. Иркутский национальный исследовательский технический университет вышел с инициативой открыть в ВУЗе военную кафедру. О необходимости возвращения военного образования в системе гражданских ВУЗов заявил в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин. В приоритете подготовка военспецов, которые смогут обращаться с новейшими техническими комплексами и вооружением. Военных кафедр в Иркутской области нет, но зато есть многолетняя история военного обучения, наличие специалистов Иркутской области, в Иркутске, да и в самом техническом университете, которые способны подготовить высокотвалифицированные кадры и обеспечить соответствующие виды подготовки студентов. В этом смысле Иркутская область, конечно, обязана иметь такой факультет. За студенты, родители, профсоюзная организация ВУЗа, а вслед за ними и самая многочисленная фракция законодательного собрания Иркутской области. Предложение Ирниту обсуждалось накануне на заседании партийного комитета. Военная подготовка без отрыва от учебы позволит не только выпустить нужное количество резервистов, но и поднимет престиж Иркутских ВУЗов, считают авторы инициативы. Одной кафедрой в техническом университете дело не ограничится в перспективе создания межвузовского центра. Мы предлагаем создание межвузовского центра выполнить два этапа. На первом этапе на базе Иркутского научного и исследовательского университета, являющегося передовым техническим ВУЗом Байкальского региона, создать факультет военного обучения, который станет основой инновационного межвузовского центра подготовки военных кадров. На втором этапе организовать рабочую группу по созданию инновационного межвузовского центра военной подготовки. Есть даже фантастические, может быть, такие пожелания задействовать в этом учебно-лабораторную базу нашего многострадального Иркутского военного училища. Действовать необходимо оперативно. Минобразование и Минобороны России должны одобрить заявки от регионов до конца года. На утверждение сессии ставится текст соответствующего обращения к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву. Принято единогласно. Еще один вопрос, уже из повестки, долгожданный. Он касается установления региональных льгот по оплате взносов на ремонт многоквартирных домов. Субъекты Российской Федерации наделены полномочиям по установлению компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Первое. Одиноко проживающим, неработающим собственником жилых помещений, достигшим возраста 70 лет в размере 50%, 80 лет в размере 100%. Второе. Проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих, неработающих граждан пенсионного возраста, с собственником жилых помещений, достигшим возраста 70 лет в размере 50%, 80 лет в размере 100%. Это в дополнение к федеральным льготам. Их получили ветераны войны, инвалиды и другие категории граждан. Сессия принимает закон в первом чтении. Теперь жителям Приангария, которые попадают под его действия, нужно собрать необходимые справки. Взнос сначала все же придется заплатить, но потом из регионального бюджета расходы будут компенсированы. Конечно, он не бесспорен. Безусловно, наверное, есть ожидание, что абсолютно все жители Иркутской области, которым выше 80 лет, попадут под льготу. Это не так. Тем не менее, мы будем продолжать мониторить, во-первых, сколько обратится граждан за данные мерой социальной поддержки, насколько она будет востребована, какова будет реакция населения. Безусловно, мы будем четко к этому делу относиться и, безусловно, будем корректировать в процессе исполнения данного закона. Решено дать закону и обратную силу. Компенсация будет распространяться на все взносы, произведенные с 1 января текущего года. На эти цели при корректировке бюджета планируется заложить 13 миллионов рублей. Евгения Власёк, Галина Тёрнева, Александр Барановский. Новости. Сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова